Следующая лекция наша о психологии интеллекта. Прочитает ее директор Института психологии Российской Академии Наук Академик Дмитрий Викторович Ушаков. Добрый день. Мы с вами сегодня будем обсуждать таинственный или могучий интеллект или ум человека и попробуем двигаться таким образом. Сначала будем обсуждать проблемы, понятные из нашей жизни, а потом постепенно продвигаться и углубляться в научной абстракции. Ну, начнем с проблемы, так сказать, частей, из которых состоит интеллект или ум. Потому что мы понимаем, что ум у человека бывает разный. Есть люди более одаренные вербально, словесно. Есть люди, одаренные математически, числовым, пространственным и так далее образом. И возникает вопрос, а что это такое? Это один и тот же ум или это разные виды ума? Ну, и чтобы ответить на этот вопрос, я сошлюсь на теорию, которая сравнивается в области психологии интеллекта с таблицей Менделеева. Она, правда, похожа на таблицу Менделеева, поскольку она перечисляет все практически виды человеческого ума и в то же время их классифицирует. Это теория Кэрролла, которая представлена вот на этом слайде. Прежде всего, когда мы смотрим на этот слайд, мы видим, что... Это поинтер не показывает, но неважно. А вот это туда? О! Да, мы видим, что эта диаграмма состоит из трех уровней. Первый уровень – это уровень G, или общего интеллекта, фактора G. Это третья страта интеллекта. Дальше есть вторая страта – это широкие интеллектуальные факторы, о которых мы скажем немножко позднее. И дальше третья страта – это узкие интеллектуальные факторы. Что означает разбиение на эти страты? Разбиение на эти страты означает, что сверху генеральный фактор – показатель того, что все виды интеллектуальной деятельности между собой связаны. То есть, если человек умен в чем-то, то, скорее всего, он будет умен и в другой интеллектуальной области. Я подчеркиваю, скорее всего, потому что понятно, что связь вероятностная. Но, тем не менее, вот эта идея о том, что если человек умен, то он умен во всем, на самом деле эта идея имеет под собой научное основание. Однако, уже второй уровень означает, что при том, что, да, есть такая связь всех интеллектуальных способностей между собой, тем не менее, некоторые виды интеллекта связаны между собой, внутри себя сильнее, чем снаружи. То есть, если у человека, например, ну, скажем, вербальная одаренность, сейчас я буду уточнять дальше, то он будет хорошо справляться с интеллектуальными задачами внутри вербальной области. Скорее всего, что он будет хорошо справляться, скажем, в пространственной области, но это менее тесно связано, чем вербальная область внутри себя. Ну и, наконец, вот эти вот узкие способности, они внутри каждой из широких страт второго уровня показывают на сферы, которые между собой связаны еще сильнее. Ну и для того, чтобы это все не было абстрактно, сейчас переходим к конкретике, и я попробую вам расшифровать, а что же означает сначала вот этот так называемый флюидный интеллект. Флюидный интеллект – это способность решать задачи, возникающие здесь и сейчас перед нами. Туда входит индуктивное рассуждение, дедуктивное рассуждение, количественное рассуждение, пижанские задачи так называемые, например. Ну, что такое индукция, дедукция, может быть, вы помните. Индукция – это вывод правил или законов из частных примеров. Например, законы Ньютона выведены, ну, скажем, методом индукции. Или мы можем методом индукции, если человек, скажем, щедр в одном, щедр в другом, щедр в третьем, вывести заключение, что он вообще щедр. Ну, а дедукция – это противоположное. Мы помним дедуктивный метод Шерлока Холмса. Это вывод из общего, частного. Ну, например, у нас есть законы механики, мы можем вывести траекторию движения ракеты. Как психологи измеряют это в реальном эксперименте? Ну, вот. Это вот задание из теста, очень известного в психологии теста, так называемые прогрессивные матрицы Равена. Вот это типичная задача на индукцию. Это матрица, в которой три столбца и три строки. И вот распределение фигурок по этим строкам подчинено определенному правилу. Значит, соответственно, нужно, посмотрев на первую строку и на вторую строку, понять, а какое там правило и понять, какая фигурка должна быть вот на этом пропущенном месте. Как вы считаете, коллеги, какая фигурка там должна быть? Какая? Номер. Вот этого, да? Совершенно верно. Почему? Потому что мы видим, что, например, если вот этот элемент присутствует в этих двух столбцах один раз, он здесь присутствует. Или вот этот, он присутствует. Этот один раз, и этот один. А вот этот элемент присутствует и там, и там, его здесь нет. То же самое здесь. Вот этот элемент есть, есть этот элемент тоже, этот элемент есть, а вот этот элемент повторяется два раза, его нет. Следовательно, здесь должна быть рамочка, должна быть вот эта часть, вот этой части не должно быть, и должно быть такая, это пятый номер. Вот это вот то, что мы называем индуктивным рассуждением. Дальше. Вот пример дедуктивного рассуждения. Это тоже флюидный интеррект. Силогизм. Все пчеловоды художники, никто из химиков не пчеловод. Какой можно вывод из этого силогизма сделать? Ну, я вас не буду долго мучить. Значит, мы можем сделать вывод, что некоторые художники не химики. Вот. Или же вот такая вот задача. Вставьте пропущенное число. Опять же, не буду вас мучить, но идея здесь такая, что если вы почитаете сумму цифр, то она равна 25, и, соответственно, таким образом мы вычисляем. Вот это вот то, что в психологии называется флюидным или текучим интеллектом. Это интеллект, который мы проявляем, столкнувшись с новой, неожиданной задачей. Ну вот берем следующий вид интеллекта, который в психологии называется кристаллизованным интеллектом. Как его мы можем измерить? Ну, смотрите, в кристаллизованный интеллект входят совсем другие способности нижней страты. Это лексические знания, развитие речи, владение грамматикой, общая осведомленность и так далее. И если мы возьмем примеры, которыми мы измеряем кристаллизованный интеллект, то вот, например, такой тест. Кто написал волшебную флейту? Ну, Моцарт написал волшебную флейту. Соответственно, вы понимаете, что тип задачи совершенно другой. Вот если в случае задачи на флюидный интеллект вы должны применять какие-то усилия, чтобы найти решение, чтобы здесь и сейчас провести какие-то рассуждения, то здесь и сейчас рассуждения проводить не надо. Это общая осведомленность. Если вы знаете, то вы знаете. Но, тем не менее, вот эта вот кристаллизация, кристаллизация знаний, это тоже вид интеллекта, который связан с флюидным интеллектом тоже. Ну, или от нехватки, какая болезнь развивается, от нехватки витамина D. Теперь такой культурный пример человека, обладающего в высшей степени высоким кристаллизованным интеллектом. Ну, пример немножко мифический, наверное, здесь не без преувеличения, но про Авицену, Авицену, Абу Али-Ибн-Сину рассказывают, что когда он был у эмира Бухары, то он читал книги из его библиотеки, и библиотека в один не очень прекрасный день сгорела. И, соответственно, шах дал Авицене 40 песцов, посадил их в одном зале, и Авицен по памяти надиктовал ему 10 тысяч рукописей. Ну, вот если представить себе, что он надиктовал не буквально, то есть, что это речь шла не о фотографической памяти, а он надиктовал смысл. Вот это вот кристаллизованный интеллект. Это способность, когда к человеку прилипают здания. В чем смысл этих способностей, мы можем обсудить отдельно. Дальше. Мы видим, что во вторую страту с вами обсудили флюидный и кристаллизованный интеллект, но сюда входит всего 8 разных видов способностей. И вот, например, зрительная способность. В зрительную способность входит визуализация, пространственные отношения, зрительная память и так далее. Ну, вот пример теста, который используют психологи для анализа пространственной или зрительной способности. Это так называемый тест на трехмерное вращение. Вот слева дана фигурка, и надо сказать, могут ли фигурки справа быть получены из левой фигурки путем вращения. Вот, например, первая фигурка может быть получена? Да, правильно. А вторая? Вторая тоже может быть получена. А третья? Третья не может. А четвертая? Тоже не может. Правильно. Вот это вот тест на 3D вращение. Ну и культурный пример человека, который обладал сверхвысоким пространственным интеллектом, это, конечно же, Леонардо. Ну вот смотрите. Значит, Леонардо, во-первых, художник. Художник имеет возможность представлять себе пространственные отношения. Во-вторых, Леонардо – изобретатель. Он изобрел там шлюз, вертолет, эти лестницы в замке Амбуас и так далее, и тому подобное. Вот способность к изобретению в пространственной сфере, изобретению механических устройств. Ну а вот здесь на рисунке изображена штука, которая не совсем понятна, как это все было возможно. Значит, здесь нарисованы турбулентности воды при попадании струи в бассейн. Штука в том, что они нарисованы правильно, но человеческий глаз их не видит. Когда изобрели фотографию, то было показано, что да, это соответствует тому, что нарисовал Леонардо. Но как он мог это увидеть, это непонятно. Вот это вот высокая зрительная способность. Ну и приведу в пример еще слуховую способность. Сюда входит слуховая память, развлечение звуков речи, чувствительность к ритму, звуковысотная чувствительность, абсолютный слух. Ну вот абсолютный слух, например, мы в свое время, в средние века и в начале нового времени музыка рассматривалась как раздел математики. В общем, мы не всегда склонны относить музыкальные способности к интеллектуальным, но вот Кэрол относит и относит не почему-нибудь, а потому что они действительно коррелируют. И, соответственно, ну если брать пример высоких музыкальных способностей, то вот вам, пожалуйста, конечно, Вольфганг Амадей Моцарт. Это тоже немножко пример мифический, потому что это событие следует из записок его семьи, семьи Моцарта. Но заключается в следующем, что Моцарт попал в Рим в 14 лет, и там раз в год в соборе Сан-Пьетро исполнялось произведение Мизереры Аллегри. Сложное произведение примерно на 20-30 минут, на 4 голоса, и ноты хранились в тайне. Оно исполнялось раз в год, и больше нигде, кроме как в Сан-Пьетро, оно не исполнялось. Так вот, Моцарт, прослушав один раз, пришел домой и полностью записал партитуру, причем без единой ошибки. Соответственно, выдающийся пример вот этого вида интеллекта. Способность к извлечению информации это то, что связывается обычно в психологии с креативностью, то есть с творческими способностями, и, соответственно, тестируется, например, производством необычных идей. Надо придумать как можно больше вариантов использования какого-либо предмета, или же придумать как можно больше названий для какой-то картинки. Коллеги, вы можете мне задавать вопросы прямо по ходу, если что-то непонятное, если вы хотите уточнить или увести меня в какую-то сторону, то я буду это только приветствовать и буду этому только радоваться. Хорошо. Значит, вот мы посмотрели составляющие части интеллекта и представили себе о чем говорят психологи, когда они называют это слово. Теперь мы можем с этим двигаться в разные стороны. Значит, первое, что мы можем обсуждать, это а почему? Почему мы имеем такую структуру интеллекта, почему у нас есть генеральный фактор, почему у нас есть восемь этих факторов и так далее и тому подобное. Ну и первая идея, которая приходит в голову и которая действительно обсуждается по этому поводу, заключается в том, что это происходит потому, что за ними стоят когнитивные процессы определенные. Ну, например, есть такая идея, что флюидный интеллект это рабочая память. Ну, рабочая память в психологии это понятие достаточно непростое, это, ну, если брать старые термины, это как бы объем сознания, то есть сколько человек может элементов держать в памяти, когда он о чем-то думает. вторая идея, которая здесь возможна, что интеллект это совокупная эффективность различных когнитивных процессов. Вот, допустим, задачи решаются при помощи разных когнитивных процессов и у них есть какая-то средневзвешенная мощность каждого человека. И вот эта средневзвешенная мощность это и есть его общий интеллект. Ну и, наконец, третья идея это идея элементная, то есть интеллект связан со скоростью или с точностью работы отдельных элементов нейронов, например. Однако, если мы пытаемся продвинуть какую бы то ни было из этих идей, мы сталкиваемся с тем, что для каждого из этих вариантов находится опровержение. И поэтому для того, чтобы объяснить интеллект, как мне представляется, мы должны обсудить одну общую идею, общую для психологии, выходящую за рамки только одного интеллекта. Ну вот, смотрите, например, я вот сейчас перед вами стою и что-то говорю. Вот то, что я говорю, с одной стороны, может быть объяснено функционированием моих когнитивных процессов. У меня каким-то образом работают процессы извлечения из памяти, допустим, анализы информации, то есть я как-то реагирую, если вы меня спрашиваете или реагирую на то, как вы слушаете и так далее. Допустим, здесь и сейчас это может быть объяснено функционированием моих когнитивных процессов. Но опять же понятно, что то, что я сейчас вам говорю, есть результат того, чему я учился, как я работал, что я обсуждал с коллегами и так далее и тому подобное. То есть, с одной стороны, мы вроде как можем объяснять наше поведение за счет функционирования когнитивных процессов здесь и теперь, с другой стороны, мои когнитивные процессы есть результат формирования. И, наконец, третье, самое глубокое, что то, что я родился, есть результат определенных эволюционных явлений. И представим себе, например, что мы нашли разумных существ где-нибудь в Альфа-Центавре. возникает вопрос, а будут ли они обладать таким же устройством интеллекта, как мы? Или даже хотя бы такими же чувствами, гнев, радость, страх? Отчего это зависит? И мы, и они, надо полагать, мы точно, они, скорее всего, результат эволюции. И поэтому наиболее общий объяснительный принцип, когда мы говорим о неких психологических феноменах, в том числе об интеллекте, это принцип эволюционный. Внутри эволюционного принципа есть принцип развития существ и, наконец, когнитивного функционирования. То есть когнитивное функционирование только поверхность. Когда перед вами сидит испытуемый, который решает задачи, да, вы можете объяснить то, что он делает, за счет его когнитивных процессов. И когда мы говорим, что, например, факторная структура интеллекта объясняется рабочей памятью или совокупностью когнитивных процессов или скоростью и точностью нейронов, мы остаемся на этом уровне, на уровне поверхностном. И когда мы остаемся на уровне поверхностном, мы видим, что оказывается корреляция между когнитивными процессами есть, между интеллектуальными функциями есть, а общих когнитивных процессов за ними нет. Но корреляции есть. И поэтому где мы должны искать уровень корреляции? А мы должны искать причину или природу этих корреляций на уровне формирования человека. И отсюда возникает идея, что интеллект это не то, что мы должны искать в структуре когнитивных процессов самой по себе, а это потенциал их формирования. И вот когда мы исходим из этого представления, то оказывается, что действительно с помощью этой идеи можно объяснить ряд феноменов, которые иначе объяснить не удается. А психология наука точная, современная психология. И поэтому для того, чтобы теория имела хоть какую-то силу, она должна конкретно проверяться на фактах. И для пояснения этой идеи формирования, я думаю, для того, чтобы провести некоторую линию от лекции Константина Владимировича, я хочу показать еще вот такую картинку, которая тоже может бросить определенный свет на проблему интеллекта. Вот, кстати, Владимир ввел понятие когнитома, а здесь, и, наверное, он говорил в своей лекции о когнитоме, а здесь у нас понятие коннектома, и смотрите, каким образом формируется коннектом, то есть связь между нейронами человека, которая, собственно, и формирует способность решать когнитивные задачи. У нас есть зигота, в которой содержится примерно один гигабайт информации, генетической информации. Затем происходит деление и дифференциация клеток, у нас формируются ткани, и дальше в этих тканях формируются нервные ткани, и дальше формируются связи аксон, аксон, аксональные связи, связи между нейронными клетками, через которые формируется коннектом. И в коннектоме уже находится примерно 10 терабайт информации. То есть информация в коннектоме намного больше, чем информация наша генетическая. Ну и соответственно вот это вот разрастание и превращение из нашего потенциала, нашей генетически заданной информации в коннектом человека, которая преобразуется в когнитом и позволяет нам решать задачи, оно всегда осуществляется за счет взаимодействия с внешней средой. поэтому когда мы говорим о том, как формируется интеллект человека, то мы должны учитывать потенциал и среду, которая в этом участвует. Ну и соответственно, если мы исходим из структурно-динамического подхода, то мы можем действительно дать объяснение целому ряду достаточно любопытных феноменов, таких, как, например, вот если мы берем человека и смотрим, какую роль в его интеллекте играет генетика и среда. Я сейчас не буду обсуждать абсолютные цифры, они достаточно велики для генетики, обычно считается, что это больше 50% интеллекта, ну вот допустим, если мы возьмем ребенка и возьмем взрослого, как вы считаете, где будет больше роль генетики, у ребенка или у взрослого? Ну, раньше считалось, что, конечно, у ребенка, потому что вот ребенок новорожденный, он рождается, раньше даже была дихотомия не генетическая средовая, а врожденная приобретенная, то есть вот ребенок врожденный, а врожденная это что? Это и есть генетика. Вот когда появилась эмпирическая психогенетика, оказалось, что прямо наоборот, что чем человек старше, по крайней мере, до определенного возраста, тем большую роль играет генетика в интеллекте. Почему? А и структурно-динамическая теория, это понятно, потому что при большем контакте с опытом в большей степени проявляется потенциал. Но для этого есть соответствующие математические выражения, которые я здесь приводить не буду. Но, по крайней мере, исходя из структурно-динамического принципа, мы можем объяснить многие достаточно любопытные факты. Хорошо, теперь, сказав несколько слов о природе когнитивной, интеллекта, если есть вопросы, интерес, мы можем поговорить подробнее об этом, но, сказав об этом, я хочу перейти к другой стороне вопроса, именно к роли интеллекта в жизни. И вот, когда мы переходим к этому вопросу, то, опять же, мы должны следовать точным психологическим данным. Вот, в медицине распространены метаанализы, и в психологии они тоже широко используются, кстати, родина метаанализов это психология, они произошли из решения психологических задач. Что такое метаанализ? Вот, на этой таблице изображены результаты метаанализа роли интеллекта в трех сферах жизни. В образовании, в профессии и в доходе. Почему метаанализ? Да потому, что на эти темы проведено множество исследований, в каждом из которых множество испытуемых. вот это первый столбец К это число исследований, а вот этот столбец это число испытуемых. Вы видите, что здесь число испытуемых превышает где-то или составляет сотни тысяч. В психологии проведено много исследований. Поэтому, когда у вас проведено одно исследование на ста испытуемых, оно может дать более-менее любой результат. но когда вы исследовали десять тысяч испытуемых, тем более сто тысяч испытуемых, результат уже достаточно серьезный. Поэтому, когда мы обсуждаем такие проблемы, нужно обращаться именно к метаанализу. Значит, соответственно, вот эти строки я вам сказал о чем. Вот это наблюдаемая корреляция, но эти наблюдаемые корреляции должны корректироваться. Это тоже статистическая вещь, поскольку у нас, например, есть так называемая range restriction, то есть, если мы берем выборку, которая ограничена, например, по интеллекту, например, если мы смотрим людей, учащихся, или студентов Московского университета, то понятно, что там отсечены нижние уровни интеллекта, что это люди, которые выше некоего порогового уровня. И, соответственно, разброс интеллекта меньше, и любые корреляции интеллекта с чем-то оказываются меньше. И поэтому делается коррекция, и вот это значение P, это значение скорректированное. Это стандартное отклонение, это доверительный интервал. Вот, значит, сказав это, смотрим. Значит, вот это корреляции идут, корреляции с образованием. И чем еще эта таблица хороша? Вот я сказал вам о том, что здесь сотни тысяч испытуемых, но это исследования. Только те, где интеллект измерен в начале, а достижения позднее. То есть, чтобы мы не могли сказать, что интеллект развился в результате этих достижений. То есть, например, люди больше учились, и в результате этого развился интеллект. Это исследования, которые сначала измеряли интеллект, а потом достижения. достижения не могут быть причиной интеллекта, а интеллект может быть причиной. И, соответственно, здесь есть так называемый best studies, лучшие исследования. Это те, в которых интеллект измерялся до 19 лет, а достижения после 29. Итак, связь с образованием. Вот это корреляция 0,56 скорректирована. Она показывает роль интеллекта в образовании. На сегодня интеллект из всех известных предикторов самый мощный в отношении образовательных достижений людей. Дальше достижения корреляции с профессией. 0,43 0,45 по лучшим исследованиям даже больше. 0,45 несколько ниже, чем с образованием, но тоже высокая корреляция. И я могу вам сказать, что из всех известных предикторов профессиональных достижений на сегодняшний день интеллект самый мощный. А вот что касается дохода, то корреляция меньше. Вот она 0,2 0,23. Тем не менее в целом она большая. И в Америке еще в 90-х годах прошлого века увеличение интеллекта на 1 балл, а увеличение интеллекта на 1 балл это вообще ничто. Это на глаз незаметно. И когда вы тестируете одного человека два раза, у него средняя разница между двумя тестами 4 и 4 балла. Значит, соответственно, это некая статистическая величина, но тем не менее она означала увеличение годового дохода в США на тысячу долларов, что в общем не так уж и мало. Теперь метаанализы еще позволяют использовать предикторы, например, модераторы, то есть переменные, которые влияют на эту характеристику. Например, возраст при тестировании, возраст, когда был измерен успех и год, когда проводилось исследование в данном случае. Значит, вот мы видим, что возраст при тестировании 3-10 лет он уже дает, ну, он несколько ниже результата, чем в 11-15, но уже в 3-10 лет результаты оказываются достаточно надежными. Хотя в 11-15 они надежнее, но дальше практически не происходит увеличение точности, вы уже вот в этом возрасте получаете достаточно точную прогностическую оценку. И возраст, когда измеряется результат. Вот здесь интересно, что только не в отношении дохода. То есть в отношении дохода в 20-24 года интеллект никак не влияет, а начинает влиять позднее. Но это тоже понятно, что 20-24 года люди учатся, и в это время связь дохода с интеллектом минимальна. Хорошо, ну это тоже связь сложности работы. Это когда мы сравниваем с другими предикторами интеллекта. Это кстати, я не буду подробно это обсуждать, это из исследования одаренных детей в университете Джонса Гопкинса результаты. Они интересны тем, что показывают, что здесь есть не только уровень интеллекта, но дихотомия между вербальным и невербальным. Она интересна, что показывает, что когда мы берем начальные стадии, то есть допустим кандидатскую диссертацию, то у людей большую роль играет специфика интеллекта. Люди с математическим интеллектом в большей степени защищают диссертации в стиме, а в гуманитаристике люди с вербальным интеллектом. А вот на верхних уровнях имеется в виду профессора топ-50 университетов происходит сближение. То есть максимальных результатов например в математике достигают люди, которые не просто обладают очень высоким интеллектом, но у которых интеллект достаточно сбалансирован техногуманитарно, то есть и то, и другое. И то же самое в гуманитаристике. В гуманитаристике наиболее высоких уровней достигают те, кто не просто вербально способны, а и математически. Так. Теперь достижение там это исследование ученых, которое было произведено НРО, которое показало, что у выдающихся американских ученых очень высокий уровень интеллекта про писателей и так далее. Это может быть не суть важным. Значит, вот что интересно. Вот в принципе интеллект тем больше связан с успехом деятельности, чем эта деятельность а сложнее и б меньше связана с людьми, а больше с предметным материалом. То есть когда деятельность связана с людьми, то интеллект начинает играть меньшую роль. И вот как вы думаете, я подчеркиваю, это американские данные, это не наши, как связан интеллект с достижениями политиков? Повторяю, не наши данные. По нашей стране нет данных. Это у американцев. Вот не совсем. Вот смотрите. Если мы откладываем интеллект по оси абсцисс и успешность по оси ординат. То есть до определенного уровня успешность повышается и есть некий оптимум интеллекта, когда политик наиболее успешен. Почему? Потому что если у него интеллект ниже, он недостаточно хорошо понимает ситуацию, не может разобраться. Но когда у него интеллект слишком высок, он становится непонятен массам. И поэтому в принципе интеллект лидера должен быть выше, чем средний интеллект массы, на которую он работает. Но не слишком сильно выше. Поэтому когда он работает, допустим, президента Академии наук, должен быть высокий интеллект. А у человека, который ведет за собой там люмпин массы, не должен быть очень высокий интеллект. Вот. И например, если мы возьмем я сказал, что если мы берем достижения предметной и сложной деятельности, то они больше всего связаны с интеллектом. Это так. Но здесь тоже есть некоторая некоторые нюансы, которые демонстрируются на этой диаграмме. Это диаграмма связи между интеллектом и достижением на математической олимпиаде. И вот вы видите, вот здесь отложен интеллект, а здесь математические баллы на математической олимпиаде. Фактически точки это точки люди. Диаграмма рассеяния. Значит, люди фактически укладываются вот в такой треугольник. То есть, если интеллект низкий, то высоких достижений быть не может. Но если интеллект высокий, то достижения могут быть высокие, а могут быть нет. То есть, интеллект это необходимое, но недостаточное условие жизненных достижений. Но это тоже понятно, потому что интеллект это условие, а человек должен вокруг этого интеллекта еще построить определенным образом свою жизнь. Значит, вот допустим, если вы берете опять же достижения людей в науке, то они происходят существенно позже, чем человек достигает максимальных значений по интеллекту. Вот здесь на этом графике показана возрастная динамика интеллекта нескольких видов. GF это флюидный интеллект мы с вами обсуждали, это память, это умственная скорость, и мы видим, что с 20 лет все это дело снижается. А вот кристаллизованный интеллект, в данном случае vocabulary, словарь, вот он возрастает, возрастает где-то там до 60 плюс. То есть динамика интеллекта непростая, нелинейная, но для разных компонентов несколько разная. А вот если мы берем творчество, творческие достижения и возраст, то вот мы имеем вот примерно такую, например, в науке вот такую историю, когда есть некий пик научных достижений, в начале быстрый рост, после этого пика некоторое снижение. И оно для разных областей разное. Самый ранний пик достижения у лирических поэтов, у них 28 лет, у шахматистов 35. Считается, что математики самые ранние из ученых, у них 37-38 пик, хотя в народе считается, что раньше. На самом деле статистика показывает 37-38, а соответственно гуманитарные науки и такие тягучие естественные науки позднее. вот, значит, ну это я, наверное, пропущу, чтобы быть, чтобы уложиться в отведенное мне время, поэтому я хочу сейчас только одну тему поднять. Вот мы сказали, что интеллект связан с индивидуальными достижениями людей. Возникает вопрос, а как, если мы берем не отдельных людей, а группы людей, предприятия, страны, регионы и так далее. Вот смотрите, такие данные стали поступать со Второй мировой войны, когда американцы тестировали всех призывников в армию и было показано, что существует сильная корреляция между доходом штатов, штата, из которого призваны эти люди, и интеллектом. Потом эти вещи стали исследоваться в Великобритании, во Франции, в Испании, и всюду закономерность примерно одна и та же. Ну, и, соответственно, вот эта вот картинка, которая получена была в работе Лина Иванханина для ВВП стран мира и интеллекта. Мы видим, что связь достаточно сильная и при этом нелинейная. Мы видим, что она имеет вот такой характер, где-то близко к квадратичному. И при этом на верхних уровнях дисперсия больше, чем на нижних. Значит, соответственно, возникает вопрос, почему это происходит. И здесь мы построили такую небольшую модель, которая, где ключевое понятие это решение задачи. Ведь вот когда мы рассматриваем нашу экономическую жизнь, мы можем на нее посмотреть с точки зрения решения задачи. Потому что, допустим, произвести сельскохозяйственную продукцию, произвести промышленную продукцию, выстроить логистику, управление и прочее, это задачи. А интеллект это способность решения задач. Соответственно, мы построили следующая идея. Что такое интеллект? Интеллект позволяет решать сложные задачи. и для того, чтобы перевести это в термины точные математически квантифицируемые, нам надо было за что-то уцепиться. А как связан интеллект с достижением? Интеллект это способность решения сложных задач. И дальше. Есть такая идея маржиналистской экономики, согласно которой цена товара зависит от его редкости. Когда нефти меньше, она стоит дороже. Золото и прочее. Теперь смотрите, если мы берем способность решать задачи, простые задачи могут решать все, а непростые задачи нет. И если мы предполагаем, что распределение этой способности нормальное, то мы можем сказать, что если мы откладываем сложность задач, а здесь частоту решения, то у нас связь вот такая. Простую задачу частота решения единица сверхсложная ноль. Между ними нормальное распределение образует такую кривую интегральную. Соответственно, если мы теперь разделим частоту на единицу, то есть возьмем не частоту, а редкость, единицу на частоту, то у нас график получится вот такой. Соответственно, он достаточно похож на ту кривую, которая аппроксимирует связь интеракта с ВВП. Ну и дальше мы сделали дальше отклонение от этой аппроксимации, дальше мы сделали модель, где у нас были бизнесмены, был рынок труда, рабочие которых они нанимали, рынок товаров, который образовывался в результате этого, и бизнесмены ставили задачи. Ну и мы получили в общем очень близкую картину к тому, что к эмпирическим данным Лина Иванханина. При этом, вот что интересно, там есть эта переменная постановка проблемы. Вот для того, чтобы высокий интеллект работал, как у нас в стране, у нас страна с высоким интеллектом, для того, чтобы он работал, должны поставиться сложные задачи. И в этом плане так называемое нефтяное проклятие. Это о чем? О том, что когда люди могут зарабатывать на простых задачах за счет натуральных ресурсов, сложные бизнесменами не ставятся. И тогда интеллект страны оказывается не востребован. Ну и последнюю вещь, которую я хотел бы сказать, ну это можно посчитать эффект от программы развития интеллекта, но последнее, что я хотел бы сказать, что до сих пор мы говорили об интеллекте человека, но в принципе мы можем говорить и об интеллекте группы. Ну вот смотрите, Наполеон по результатам египетской кампании описывал следующее, вот свои военные действия против мамлюков. Он говорил, что двое мамлюков, египетских рыцарей, побьют троих французов. Но сто французов не побегут перед ста мамлюками, а тысяча французов наверняка разобьет полторы тысячи мамлюков. То есть на индивидуальном уровне француз проигрывает, а на коллективном выигрывает. Значит, поэтому, поскольку та же экономика, это в большинстве случаев коллективное решение задачи, та же наука, это коллективное решение задачи, которое зависит от общей организации и так далее. Огромную роль играет не только интеллект, но и институты, социальные институты, то есть то, каким образом люди, правила игры, по которым люди решают коллективные задачи. И, соответственно, это я проиллюстрирую последней своей парой диаграмм. Вот это культурная карта мира, которая получена в результате международного исследования Инглхарта. На ней мы видим, что есть разные, но здесь есть две шкалы ценностей, ценности традиционные и ценности постмодернистские. И, соответственно, разные культурные ареалы здесь представлены разными областями. Ну, вот, например, бывшие коммунистические страны, вот они, вот протестантская Европа, вот Латинская Америка, вот англоязычные страны, вот конфуцианские страны и так далее. И, собственно, вот эта культурная карта или карта ценностей, она показывает, как работают социальные институты. То есть люди взаимодействуют в решении задач, во многом основываясь на этих ценностных структурах. И вот если мы теперь на эту карту наложим границы между бедными и богатыми странами, бедными и средними, средними и богатыми, то мы получим, в общем, удивительным образом это все раскладывается, вот эти границы. вот низкий душевой доход, вот средний, вот высокий. Ну и таким образом я подхожу к заключению, которое я хотел бы в целом сказать или обобщить то, что мы обсуждали сегодня. Значит, мы можем обсуждать интеллект на индивидуальном уровне, как когнитивные процессы, которые используются человеком в решении задач и так далее. Дальше есть проблематика интеллекта в формировании. Интеллект это никогда не есть способность человека сейчас. Это всегда способность всегда решать новое. То есть это то, что проявляется в формировании. И наконец есть общий взгляд на интеллект. Интеллект как включенный в культурную и в биологическую эволюцию. Мы видели, какую огромную роль интеллект играет в человеческой жизни, в культурной и в экономической жизни. Ну и соответственно, конечно же, интеллект крупнейший биологический фактор, потому что мы видим, что через всю биологическую эволюцию идет рост когнитивных способностей и когнитивные способности оказываются важнейшим фактором успеха вида и индивида. Ну и конечно, сейчас мы все присутствуем при новой начале некой новой эпохи, когда наш интеллект естественный начинает все больше пользоваться орудиями, интеллекта искусственного. Поэтому тема интеллекта у нас очень важна, нам важно ее понимать и предстоит много сделать в его изучении. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ